всем доброго дня или вечера фига узнает когда вы там это видео смотрите и у меня сегодня в работе даже нет не так шел 2023 год а у меня в работе новая лада него я вот честно вот я когда присел салоне такой что как зачем почему хрена ё-моё блин и все такое в этом роде я буду на это не уставить расширителя рак подкрылки что-то там еще короче какая-то фигня короче будет делаться вот но фишка вся не в этом фишка вся в том то что блин это от это это не должно производиться сейчас я почему сейчас все расскажу сначала мне адова бомбит с двери то есть ручка вся тоже из 65 года она не закрылась она не закрылась она не закрылась торчит понимаете чтобы она закрылась нужно сделать вот так вот а теперь закрылась нормально пойдет вот так со всего размаху ну как вот как как батька говорил тебе а ну блять дверью не хлопай не холодильник но все-таки же дверью надо хлопнуть чтобы закрылась потому что когда закрываешь как нормальную машину нормальная машина обычно вот так вот закрывается то все ништяк надо делать вот так о ништяк поехали дальше это что я не понимаю это что ты знаешь садишься такую в тачку да ну как бы шараш монтаж ё-моё блин май гад это же ведь приборка какая красивая да такой берешь такой а где ключ то я не понял а ключ где это что такое это вот что такое зачем без резиновая заглушка а ключ все еще с левой стороны что за дичь а что за поворотники ты что такое что такое убыватели дворников ты что такое ты чё на такой это из 70 бар руль руль толщина руля вот такая вот это для кого это для детей что для рулячит не понимаю об обхвата для кого для деток окей допустим вы приехали да там я про вот это вот все вообще молчу вот блок стеклоподъемников подогрев слава богу что есть говорится до торпеда такая вот вот такая вот прямая блин короткая хорошо что хоть дефлектор есть воздуховода потолочек белый подкрылки лежат так вот 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 это это вот как вот это вот братья почему ручки здесь это у меня рука в 10 лежит вот где нога где почему ручка не здесь почему ручка не здесь почему ручки здесь ладно бог не с ручкой открывание двери почему вот здесь то есть тебе надо сломать руку вот так вот назад туда дополн до упора и только тогда ты сможешь открыть и как открывать одним мизинцем и чё за ручка такая это чё такое 15 сантиметров должна быть ручку чтобы ты взялся так ручка так ручкой дичь вообще это больше ляма стоит же по моему это стоит больше ляма я в осадке просто на роль конечно же да это дичь руль это дичь руль это дичь вообще адовый ад просто вообще капец вот это машина коробка все такая же юная ручни где-то там вот джопе от мира почему его здесь не сделать а почему его с тебя вот здесь вот он был рядышком раздатку почему бы не перенести сюда не развернуть ее кпп почему бы не сделать здесь почему она там торчит я вот это вот не понимаю люди вы за там 40 лет вообще что ли это головой своей не думали ни разу в плане усовершенствования правильно зачем ведь же ведь палычу наклепали столько запчастей что все склады завалены запчастями не закрыл михалыч поставочном наклепали столько запчастей что все склады завалены этими запчастями их надо куда-то девать поэтому михалыч неси старое говно будем делать машину и мою будем продавать так же все это дичь я честно слово я я думаю ну муж очень поменяли в лучшую сторону там пакета у торпеды стала поинтересную креслах у слава богу да там ручка наконец-таки появилась они где-то вот вот это вот тут вот это вот вот действовать здесь вот вот была открывашка это жесть это жесть ну это это капец и я правда не знаю почем взяли там новенькая капельки дождичка подкрылки прямо свежак поэтому сегодня будем на контрасте после субаря заниматься вот этим вот люди купите субару не покупайте вот это вот я вот лично против я лучше куплю старая субару и буду на нем дубасить я понимаю что у вас тук 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 все тук 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 здесь вообще вот прям вот сновья швейная машинка делает постоянно вот почему я не понимаю и ну это короче швейная машинка на колесах вот ей богу больше никак это назвать не могу не вы это швейная машинка потому что всегда фигарит цепью е-мое постоянно у кого вот нет вот не вы у всех фигарит цепь е-мое вечно еще за фигня на что там из пластилина что ли из ниток ему швейных сделанная цель я не понимаю ладно что-то я прям это разболакался короче прямо сейчас мы ее протрем оботрим она сейчас подсушится и будем ставить подкрылочки я вам еще об этом еще поговорим сейчас все будет и так подкрылки это в частности задний вот там лежат передние и расширители арок пластмассовые вот с расширителями арок все вроде бы более-менее понятно они вроде бы такие более-менее адекватные но как мне кажется да то есть она как-то вот так вот встает но если ставить расширитель арки вместе с подкрылков который вон там торчит то он не встает эти подкрылками за 30 лет не научились делать подкрылок чтобы он вставал сюда идеально прикиньте производитель санкт-петербург вот эти вот балбесы не могут снять точную форму с подкрылка чтобы сделать идеальный слепок который бы вставал бы сюда идеально просто они не могут сделать предварительно отверстия под дырки но знаете почему потому что завод автоваз или кто там производит это вот причем вот это вот корчевую кто производит у них я так понимаю что там в хаотичном порядке вот эти вот болты бьются спереди вот сзади там вот такие вот болтики короче или чё блин или в разных местах или не в разных все таки же местах делаются болты на подкрылки я вот это вот не могу понять почему нельзя сделать идеально точно по размеру подкрылок чтобы он подходил чтобы вот это вот херня вот там вот это вот чтобы она вот так вот не делала там ё-моё какого хера ё-моё я не понимаю это это пиздец блять просто пиздец я в шоке это капец ну как но вы сделаете нормально подкрылок чтобы он вот там не торчал чтоб здесь не торчал чтобы здесь не торчал чтобы не сделать его нормально чтобы он заходил нормально вставлялся чтобы он не вот так вот здесь было чтобы он вот сюда вот стал вставлялся на арку, да, то есть так, чтобы красиво это было, аккуратно. Арку можно чем-то обработать тут, понимаете, вот этот вот кантик там. Не знаю, если делать внахлёст, то сделайте так, чтобы он здесь был прям вот хорошо, чтобы он не мешался, чтобы вот это вот борта не было конченого, е-мое. Чтобы сюда вот под крылок он вставал, он сюда не залазит, понимаете? Он такое ощущение, что не от этой машины он здесь, понимаете? То есть ты его можешь сюда вперёд пододвинуть, но он сюда не двигается, потому что здесь вот вот это вот, чё это такое? Чё за полка? Ничего с ней делать. Как? А здесь почему? Я сюда притянул, а здесь у меня остаётся вот такая херня висеть. Такая херня торчает. Вы чё там, блядь, подогнать не можете? Я вот здесь вот дожимаю, а там он надувается в арке внутри, пластик. Ты чё за пиздец, а? Они не могут сделать нормальную форму человеческую. Чтобы ты вставил как человек, ты должен мучиться, страдать, болеть с этой машиной. Ты должен прям вот срать кровью, ё-моё, после покупки этой тачки. А-а-а, это капец. Да. Итак, народ, короче, вот я снял штатные подкрылки, которые из этого хитр, ну или чё это такое, вот, короче. Типа, типа чё это такого. О, тряпочные подкрылки, которые, как шука, служат, в принципе, это правильные подкрылки, хорошие. Дверка открылась на рабжину. Так вот, бог меня миловал, смотрите, задний правый, задний левый. Да? Всё нормально. Разъединяем. И ещё один задний левый. То есть три задних и один бередний. Блин, подкрылки сегодня пролетают. Фух, хорошо. Фух, хорошо. Меня пронесло. С этим всем делом я подкрылки ставить не буду. Я не хочу. Сейчас поставим расширители арок, насверлим дырок, резьбовые заклёпки, на заклёпки, на болты из нержавейки. И тут привезли мне нержавейку. Во, нержавейку привезли, и шайбочки привезли. То есть вообще прям огонь. Вот, поставим их сюда и пускай. Всё. Подкрылки я ставить не хочу. Ну ты ад! Ад! Сделайте нормально. Вот, смотрите, вот. Санкт-Петербург, Норд-Пласс. Знаете, что они закрасили? Вот эти. Ваза. Логотип. И здесь 21, 21. Блин. Затёрли. Рука жопая. До конца даже засереть не могут. Да, прикол. Вот это прикол. What the fuck? Custom. Нет, ну это реально кринжатина, емая. Ей-богу, блин. Я три раза размещал по Fender. Это называется Fender. Расширитель арк. Вот, Fender размещал три раза. И вот первая точка. Это здесь и была вторая. Это вот третья. И каждый раз, короче, по-новому. То есть, попасть идеально так, как должно быть. Дважды невозможно в одну воду вступить. Два раза. Блин. Какого хера кринжатина, емая. Так. Я здесь шестёрками набил отверстие. Теперь надо здесь проделать восьмые или там восемь с чем-то под заклёпку резьбовую. Вот резьбовую заклёпку. Благо заклёпочник у меня есть. Будет вот такая вот дырища. Будет стоять заклёпка. Изнутри я её помажу пуш-салом. Вот. Ну, либо перед установкой, либо после установки уже. Здесь, скорее всего, после. А с той стороны уже перед установкой. Потому что подкрывки я там снимать не буду точно. Не хочу. Вот. Помажем. Заклею. Заклепуем. Вот. И я надеюсь, что всё станет хорошо и красиво. Вот. А там уже как пойдёт. What the fuck? Custom. Я не знаю, как вам, но как по мне, вот это вот, то, что я сейчас делаю, это прям вот кощунство. Прям вот самое настоящее. Прям потому, что для меня это прям, ну, капец. Я сверлю крыло. Крыло сверлю, блин, да речь. Так, от компании Хемердингер. LB-176. И это прям вот, прям вот, ну, очень неправильно. Непонятно, насколько я правильно сверлю по отношению к центраму. Это всё дело, я не знаю. Ну, я сверлю. Капец. Дырка. Дырка. Это не отверстие, это дырка. Сверло не может просто у меня отверстие. Есть. Капец. Три дырки в крыле в новой дачке, но только с салоном. Блядь. Это ужасно. Пианка-чувство, ей-богу. Блядь. Блядь. Так, сверло на 9 милитров теперь надо. Я продолбил пятёркой. Ну, вроде бы острое, вроде бы ничё так. Нет, не острая. Сейчас поточу. Берём маленькую болгарку, офигенно подходит под это дело, и точим. на 9 милитровое. Разбором. да так лучше спокойно ужас блин это капец я проныряю крыло новую машину новый она вот только вот недавно прям вот салона прям вот ну считай что вчера давай дырка отлично пойдем дырка дырка так клиент купил даже баночку пуш сало представляете беспокоиться чтобы не заржавело ну ладно беспокоиться помазать помазать такие наши проблемы я вот так вот оставлю у меня есть токопат хекс сверлок на девять чтобы не использовать его пуш сал потекло так паска 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 и так я искал паска снимать и куда дел ума не приложу будем свернуть готова так лезет ли заклепка правильно живи да лезет ли заклепка лезет хорошо идеально подходит еще раз еще раз проходим пуш салон пять дырок ой ой уже садима ужас 5 штучек у нас с вами резьбовых заклепок заклепок м6 из оценковки вот так заклепочник заклепку накручиваем заклепочник вот вставляем его сюда подтягиваем гаечку и затягиваем еще раз подтягиваем теперь выкручиваем ну вот красота да и только опять закручиваем резьбовую заклепочку и все то же самое все пять штучек готова долбили 5 заклепок сейчас берем болтики и прикидываем как она у нас тут все это дело получилось а самое главное заворачиваться все нельзя из нержавейки от крест вот такие болтики из нержавейки берем так что резинку наверно сразу же оденем да надо одеть сюда вот резинку по вот этому конту резинка вот такая резинка хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе мы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не движет Так, понятно Козырная херня Но правильно херня Вынимаем все болты Рассверливаем отверстие под восьмерку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жесть Это отвратительно Я вам вот так вот скажу Это ужасно Как на мой взгляд это ужасно Какой-то прям Пепелац Прям жесть Смотрите на это дело Это же ведь прям вот ну Особенно если Если у вас перед Перед такой, а зад такой И она уродская Капец уродская машина Ладно Ладно Размечаем Передние Ставлю передние Если есть конечно же А то сейчас тоже блин Три задних И одну переднюю будет Вот это будет прикол Субтитры сделал DimaTorzok 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 А ввиду он конечно же Такой Ну вы сами там напишите мне в комменты да да и на приналичие инструмента конечно же это все дело не так уж и сложно шайбочки конечно побольше сюда поздоровше такие восьмые бы сюда вы шайбочки и шестые увеличенные или когда там усиленная только из державе естественно но балтики всегда будут блестящие потому что не ржавейки я сказал визит из держи вот тут вроде бы даже немножко прижалась резинка представляете в принципе даже так это пойдет ну и здесь вот естественно вон щеляга ну ничего не поделаешь ну щеляга это жениво здесь должны быть щели боль и ужас и страх потому что это же ведь не вандерий да это жесть ну да так знаете если отойти подальше сейчас мы дверку откроем ну то есть если вот так вот отойти посмотреть то в принципе так и ничего даже да в принципе и пойдет а чё бы и да вроде бы вид имеет ну такая она несуразная конечно же да и она него она всегда была всю жизнь несуразная она по жизни была вот такая вот никакая короче ладно пойду я ту сторону делать вот а потом покажу результат надеюсь что все будет хорошо нигде лишних дырок не луну не налуплю а еще я все равно мучить в этот место я прям вот я страдаю колоссально нравственно из-за этого поэтому надо сделать вот так надо взять немножечко клея это у нас что там нас как тебя зовут 88 вот немножечко клея взять и вот так вот а сюда немножечко-то в резиночку и намазать вот туда вот так вот сейчас здесь у нас подсохнет немножко как то вот так вот и да и что-нибудь сюда вставим типа карандашика чтобы на нас здесь вот так вот и прилипло и минут через двадцать уже будет готова и она будет держаться всегда классно здорово и великолепный не будет спадать да здесь щеляга с карандаш ну а чё понимаете да 40 лет они производят тачку и никак не могут сделать расходка но вот это вот вот это вот листву вот это вот всю эту балду вот нормально человеческий чтобы она была красиво чтобы она вставала хорошо правильно по кузовным элементам я понимаю что все кузовные элементы сделаны на глаз но в этом таскать и кроется вот этот вот грааль и у меня которого недостижимые вот потому что каждый коровоз нивы на с одной то есть двух разных не крылья друг другу не подходят это все в целом жигули такие поэтому ну да поэтому вот такая вот херня и получается ну и хрен с ней так ну чё я поставил дефлектора колесики зимние на колесах вроде смотрится так поинтереснее немножко повеселее чуть-чуть хоть бы это не такая тарантайкой ну и с этой стороны тоже как обычно эти вот это вот эти вот кренделя рукожопые на последнюю арку положили вот столько вот резинки ведь понимаете да полметра не хватает еще резинки спокойно остальном принципе все норм поставили диски со смазочкой все фигня дефлектора с дефлекторами она поинтереснее смотрится хотя бы на машину начинает похоже быть а так вот все готово черное и поэтому какая-то она такая короче тонировать ее надо прям в круг с лобошом вместе в пятерку и все будет нормально